Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал крупнейшим событием в сфере международного молодежного сотрудничества, на котором собралось более 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран. Представляешь, Андрей? Делегатами от республики стали 150 молодых якутян и 30 волонтеров. Сегодня подробнее об этой теме, буквально, может сказать, с корабля на бал, к нам прибыли гости в студии Василина Лукина, первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политики республики, и Арнольд Мохов, организатор площадки масс-рестлинга на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Доброе утро. Доброе утро. Ну, насколько успешна делегация от Якутии представила нашу республику на миру, можно сказать? Ну, мы стали не только свидетелями, но и участниками такого грандиозного события, и сегодня очень рады поделиться своими эмоциями со всеми жителями Якутии. Вся страна наблюдала за фестивалем. Действительно, прошло уже более 30 лет с момента проведения последнего фестиваля в России, и ожидалось участие порядка 170 стран, участников порядка 20 тысяч, но по факту приехали 188 стран и 25 тысяч участников. Больше, чем ожидалось. Да, на 5 тысяч больше людей, чем ожидалось. И это было настолько грандиозно и масштабно, что, конечно же, словами полностью все эмоции не передать, но наша делегация выступила достойно. Думаю, все наблюдали за информацией, которую мы направляли для СМИ. И, конечно же, мы работали на всех площадках, не только наши делегаты, не только официальная делегация, но и наши волонтеры и ребята, которые поехали в качестве организаторов своих площадок. Из Якутии приняли участие более 250 человек. Это вот помимо основной делегации ребята, которые поехали в качестве участников от политических партий, от крупных предприятий, от общественных организаций. Например, Алросы сами направили своих молодых специалистов, 17 человек. И также работали 40 волонтеров. Они помогали в организации фестиваля. Поехали представители средств массовой информации и организаторы, которые помогали организовать площадки масс-рестлинга и выставки нашей республики. Ну и, конечно же, наши делегаты работали по всем площадкам. Самые интересные были, как всегда, это площадки глобальной политики, площадки спорта, культуры. И на данных площадках мы встретились с разными интересными людьми, экспертами мирового уровня. Допустим, на площадку глобальной политики приехал Ник Вуйчич, встреча с которым была вообще незабываемой. Наши ребята с Якутией с ним тоже встретились. И, конечно же, после таких встреч меняется вообще сознание, даже человека меняется, мировоззрение. И когда все наши делегаты вернутся в Якутию, мы уже проведем встречи, подведем итоги, у кого какое сложилось мнение, у кого какое впечатление и уже будущие планы после фестиваля. Ну вот если вот так вот коротко, может быть, основные какие-то либо самые запоминающиеся темы, с которыми наши участники готовились, выступали. Да, вот наши участники, помимо образовательных площадок и выставки, и спортивной программы, работали на форсайт-сессии. То есть четыре человека, они постоянно каждый день работали на форсайт-сессии. И буквально в последний день стало известно, что итогом форсайт-сессии станет глобальный манифест молодежи. И из нашей делегации три человека были отобраны для встречи с президентом страны, с Владимиром Владимировичем Путиным. И если вот 150 человек всего лишь приняли участие из 25 тысяч, да, три человека из 150 были отобраны из Якутии. Это Борисов Николай, Луцкан Евгений и Фомина Валерия. Они вот те, кто работали в течение всех дней на форсайт-сессии и как раз-таки готовили этот глобальный манифест. То есть мы стали частью мирового сообщества и свои идеи смогли донести до руководства страны и до всего мира. Прям очень-очень круто. Арнольд, ну площадка с масс-рестлингом, все об этом говорят сегодня, да, пользовалась большой популярностью. Ее даже, вот говорят, посетил министр спорта России, правда, да? Расскажите, ну где находилась площадка, сколько заинтересованных лиц было? Давайте начнем с того, что инициатива включения масс-рестлинга на фестиваль исходила от главы нашей республики Егора Франча Борисова. Именно благодаря ему, его письму, вот, дирекция фестиваля включила масс-рестлинг в спортивную программу. И масс-рестлинг находился в зоне национальных видов спорта, между, там в основной площадке между фиштом и факелом. И там большинство людей проходило, и... Проходимость большая, да? Да, проходимость большая была. И всего нашу площадку посетили 1632 человека из 78 стран и 76 регионов России. Да, довольно-таки уступало только по количеству готового, можно сказать. Ну это как-то дебют, и все равно уступали только той площадке, которая из года в год там практически популяризировалась. Это вот именно те, кто прошли мастер-классы полностью, да? Да, именно те, кто на себе почувствовали, что такое масс-рестлинг, садились, прямо вот тянули палку. Это участники непосредственно. Да, 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 да. И основной нашей фишкой было то, что мы разыгрывали наши бриллианты якутские. И мы хотим заодно поблагодарить комитет по драгоценным камням и драгоценным металлам республике за это, за предоставленные бриллианты. Ну вот среди посетителей были ли люди из других стран, к примеру, которые впервые увидели данный вид спорта? Да, было очень много людей, которые впервые с этим познакомились. И наши вот каждый день проводились соревнования в пяти высотых категориях по трём мужским и двум женским. И наши медали вот распределились между десятью странами мира. Это тоже очень хорошо для нас. Очень большая работа была по популяризации и пропаганде нашего национального виду спорта. Действительно, ребята работали с утра до вечера. Закрывалась площадка буквально вот к одиннадцати вечера каждый день в течение двух недель. За что хотели бы тоже отдельно отметить наших ребят, которые помогали в организации. Ну и самая главная наша цель была популяризация, поэтому мы сами не участвовали в соревнованиях. Я думаю, что справились на все сто процентов с главной целью. Спасибо, уважаемые гости, что пришли к нам этим утром. Оправляйтесь скорее, устакайте все мысли. Подводите итоги, да, когда у нас все участники. Да, и мы снова ждём в студии наших гостей со всемирного фестиваля, которые поделятся с нами эмоциями от поездки.